Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня у нас 7 ноября. В советское время это был великий праздник. Для кого она является праздником еще? Всех поздравляю с праздником, с прошедшим. То есть не с прошедшим, а с праздником прошлого. Вот как детство наше, да, вот это прошлое. Который не вернется. И этот праздник тоже не вернется, дорогие мои. Это уже наше прошлое. Значит, хочу поблагодарить сегодня за поддержку канала Некого. Ну, погода, сами понимаете, осенняя, осенняя. Чем отличается осенняя погода от весенней? От летней погоды. То, что осенняя погода становится уже сложнее, тяжелее, понимаете. Весной ветра, но теплые. Осенью ветра, но холодные. С дождем, со снегом. Тем более, через месяц уже не то, что осень, а уже зима официально наступает, даже меньше, чем через месяц. Ну, и тут еще есть другое. Осенью, осенью птица, перелинявшая. Ну, вот как на вашей машине надеваете новые колеса, новая резина надеваете. Она же лучше ездит, правильно, чем на старой резине. У них сейчас новое перо мощное, хорошее и естественно, дорогие мои, результаты голуби показывают лучше осенью, чем весной. Очень часто, когда это там как-то, весной я тебя покажу и начинаешь смеяться. А почему весной? Сейчас же осень. Ну, а что осень? Вот весной я тебе покажу. Ну, объясняешь, дурин. Весной птица там после зимы. А уже ослабленная. На яйцах, на птенцах. То есть, ну, перо уже старое. Скоро уже должен это перо скидывать, да, вот как ваша резина лысая уже, почти полумысая. Ну, что может весной вам показывать? Да ничего, почти. Результаты хорошие. Показывает птица осенью. Поэтому, дорогие мои, ну, что можно сказать людей, которые берут и осенью закрывают голубей? Ну, что, глупо поступают. Глупо, глупо и еще раз глупо. Это практически, понимаете, вот ребенок достиг возраста, что ему надо в школу отправить. И он берет, его не отправляет. Вот, нет, он пусть дома сидит, он и так отличный. Да, ну, наверху есть там. Ветерок хороший, ну, дождик недавно прекратился. Дождь моросил везде сегодня, поэтому я не выходил снимать. Дождь моросил. То есть, для результатов, дорогие мои, вам обязательно осенний, позднеосенний и зимний гон. Ранний осенний, да, там сентябрь, октябрь месяц, птица в линьке. А вот в ноябре, в ноябре, вообще-то все соревнования обычно происходили в это время. Где-то ноябрь месяц. Почему? Потому что, еще раз говорю, птица перелинявшая, с новыми крыльями, с новым пером, с мощным пером. Вот он и вам будет результат показывать. Понимаете? Вот он будет и результат показывать. Ну, взять, закрыть в это время, голубей, дорогие мои. Ну, это глупо же. Это же глупо. Поэтому нужно гонять, 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 гонять. Зимой и осенью, тем более гонять. Потому что именно в это время года, птица может научиться чему-то. Понимаете? Ну, что, весна, лето, это подъемные ветра. Вы вот там даже фантик киньте, там этот фантик может полететь. А вот осенью и зимой уже начинаются холодные потоки. То есть давящие ветра. То вот представьте себя, да, вы повесьте на турнике, на турнике, и начинаете подтягиваться. И вас кто-то снизу помогает, поднимает вверх, поднимает вверх. Ну, вы сколько угодно можете подтягивать. Ну, а представьте себя, что вы на турнике, и вас кто-то сверху давит. Вам либо гири там на ноги привязывают вам. Ну, сколько вы потянетесь, практически нет ничего. Понимаете? Вам очень тяжело будет. Но зато, запоминайте, тяжело в учении, легко в бою. То есть птица, которая в сложных условиях летает, в сложных условиях летает. Эта птица больше не пропадает. Хищник ему не опасный. Здоровье у него бешеное. Понимаете? Этой птице не нужны ни прививки, ни антибиотики, ничего. Нужен нормальный корм и нормально. То есть еда, вода и гон. Все, больше ничего не надо. Вы не будете уж переживать за ваших голубей. Понимаете? При правильном гоне. Понимаете? При правильном. Сейчас вот эта часть сядет. И тех будем ждать. Видите? Вон они. Наверху. Даже при ветре, при тумане. Знаете, вон там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну и шок. Еще и будут такие, которых я и не вижу. Понимаете? Ну и шок. Еще и такие, которых я и не вижу. Ну, сейчас попробуем посадочку. Да, бандит? Посадку с ними метим? Через дверь выскочил. Пошел по голям. Дождемся. А потом буду читать комментарии. Кстати, первые комментарии от Владимира Уварова. И последние комментарии. Категорически противоположные комментарии. Это первым человеком. Что правильно говорить. Что четко. Но последним я уже замучился. Говорить. Эй, к чему, это вот твоя Акбашка. Видишь? Вот пошла. Вот то, что Вова с Кизляра говорит. Акбаш, Акбаш. У него тоже из-под этих же родителей. То есть, братец. Это голубочка-братец у него. Это его самый любимый голубь. Не знаю, очень любит. Даже в этого голубя. Ну, вот видите, скинули. Даже не скинули. Акбашка-братец. Ну, кто-то из вас будет бить или никто не будет бить. Ну, акбашка-братец. Ну, акбашка-братец. Ветер тоже неплохой. Где-то метров 10 секунд. Ветер сейчас идет. Так вот, провели. Тренировочный. Хороший тренировочный. Дорогие, не бойтесь. Я вот на днях показывал, как пищалки выдержали. Мощные природные катастрофы. И ураган, и снег, и то. Понимаете? Пищалки. Пищалки. Некоторые из них еще, не то, что не хотят, но их практически все еще родители кормят. Даже самостоятельно не могут кушать. Им еще родители кормят. Понимаете? Выдержали все это. Ну, а как может взрослая птица не выдерживать? Ну, если не выдержать, ну, нахрена вам такая дорогая тачка нужна? Понимаете? Зачем вам такие хорошие голуби, дорогие мои? Ну, а не кто-то помните про Запорожье, про Морседесе и Горно? Всю жизнь копил-копил 5 секунд. И нахрена тебе такая дорогая тачка нужна? Ну, вот зачем вам такие голуби нужны? Которые без проблем пропадают. Не бьют там, не тут. Туманом закрыл. Нет, копчик подошел, забрал. Ну, зачем вам такие хорошие, такие суперсильные голуби, дорогие мои? Они вам не нужны, я вам уверяю. Идите плохую птицу. Ну, ладно. То есть, вам не надо купить на рынке, потому что на рынок, если вы придете, кого вы не спросите, у всех хорошая птица, у всех. Вы ищите плохую птицу. Приходите к человеку, пусть он покажет эту плохую птицу и въедет эту плохую птицу. Не надо вам ходить на рынок и купить хороших голубей. Выберите плохую. Плохую. Вот как вот это, да, плохие. Их на рынок не тащит, не рассказывает, сколько птиц уплитает. Поэтому вот такую вот нужно искать. Плохую. А, это сорока? Так что? Да, блин, холодная атака. Так, холодная. Что, голубь? Да, голубь. Но иногда бывает, что и сапсан так же. Да нет, нихрена, это сапсан, дорогие мои. Это сапсан. Это вот он, яша, косавец. Ну давай, косуй. Ах ты мой сладкий. Ах ты мой сладкий. Ах ты мой сладкий. Адриня. Самый такой профессиональный врач. Доктор. Доктор, доктор. Красавчик, ну иди. Эди, кого ты там зацепил? Кого ты там поймал? Кого? Кого? Эй. Ну не позорься, родитель. Ты же гроза небес. Ты же гроза небес. Он за ним погнался. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Оп. Только меня не помогает. Я тебе решил ужин. Сейчас. Выбьешь меня глаза или там по голове долбанешь при таком скорости. Кто тебя будет, голубей, гонять? Вот. Мой им садится. Мой им садится. Мой. Я думал, это мой, но оказывается, не будет. Но это тоже мой сапсан. мой собственный литриня ну куда пошел давай вернись ну походу молодняк уже сел наверху есть пусть эти дорогие он вверх не пошел для тех которые говорят вот он пришел к низу для особо одаренных голубятника который говорит что самых лучших наверху бьет сапсан дорогие мои самых-самых лучших то что сапсан наверху бьет вот они там но почему он их не берет на них он не пошел он на них не пошел он пошел на кого на славу смотрите бороби что творит но уже пули летит у них тоже ловит и что и будем там падать ушел дорогие мои сапсан мой родной ушел недавно на днях разговаривал с человеком говорит я говорит дитера убил я говорю зачем ты убил теперь ты будешь пока колоть твоих голубей пока хищник небе он смотрите что творит вот он видите вот он красавица от башни кирик джан это башни это башни ну че дал вам шару яшки да ну красота на красавица кто есть у меня наверху сейчас попробуем найти вот одного вижу он под крышей этот еще выше этот ниже крыши ну трех вижу ну и сапсана нету дорогие ну что почему голуби не вкусные у них у него от них ой что и дядя пьет у него от них аллергия ох какие они не вкусные за ними мало того гоняться надо да еще и не может поймать понимаете ну какой нахрен аппетит у сапсана останется не останется аппетитом не захочет ну вот смотрите и вот благодаря этих тренировок дорогие мои то что я последнее время показывал с пищалками вот у них крыло становится таким мощным мощным понимаете и не один сапсан тем более тетер вам не страшно ну а орлы двухметровые вороны и остальные ну это стыдно даже говорить то есть вам должно быть стыдно что вы довели голубей до такого состояния что ваши голубей орлы берут коршуна берут там охренево знаете кто его ворона берут вам должно быть стыдно вы не должны гордиться что птица хорошая и поэтому его берет хищник наоборот вам должно быть стыдно как вот это да говорит до чего говорит наш колхоз дошел что мой отец стал председателем колхоза понимаете я говорит за колхоз плачу вы плакать должны дорогие мои не гордиться а плакать это на самом деле но еще и бить будешь еще и бить будь но видите привет говорят когда хищник голубей пить перестают понимаете здравствуйте здравствуйте ладно пойду в отвору так дорогие мои сейчас я отключу так 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 что ли мне вроде были вроде были а не вижу туманом накрыла а он есть как нету вот кто-то у меня сколько штук было в небе вот видите так что сапсан не всех берет дорогие мои не бойтесь не бойтесь не бойтесь еще раз не бойтесь так сейчас покормим у нас такие понимаете у нас китайские сапсаны дорогие мои нехорошие вот у других американские либо японские с хорошим качеством как идут так все а у нас в Китае день добрый как и доброго времени суток подписчикам всем здоровьям сейчас голуби летных пород превращались превращаются в декоративные декоративных каких же они летные если они не летают сидят в алирах и слабые слабеют каждым поколением все больше и больше есть такой закон природы выживает сильнейший а чтобы появилась сильная птица ее не надо тренировать гонять другого выхода нет но так как они уже все слабые вероятность выживания в небе почти не бывает может выжить один из тысяч но тот кто выживает и будет сильным его потомство уже сможет летать и их снова надо гонять 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 несмотря на потери зимой и летом в любую погоду но к сожалению на такой шаг не пойдут большинство головедержателей так им не нужна сильная здоровая птица для них голуби это товар и деньги это главное мир умер да, вот, дорогой к великому сожалению ничего против не могу сказать своему сказанному да, это так это так это так но это печально ну, слава богу хоть есть единица голубятников которые не такие на которых голуби это голубь а не товар в общем тем ребятам которые заблуждены тем ребятам которые заблуждены и поверили тем басням что если голуби хорошие даже если этого голубя вам показали в небе то, что редко когда помог кто-то может показывать да то есть даже если этих голубей вам показали в небе потом вам отдали или продали это еще не говорит о том что этих голубей не надо гонять они вот возьмем такое да, вот лев царь зверей самый сильный как вы думаете если льва закрыть зоопарки и через пару годиков или через год выпустить его на дикую природу выживет этот лев или сдохнет сожрут ли его шакалы или он шакалов сожрут вы не поверите он не выживет ну а если от этого льва еще получить котят и потом этих леват выпускать на дикую природу как вы думаете что будет да ничего ни один из них не выживет ни один даже хищники которые гораздо слабее льва они сожрут сильного льва но лев сильный он когда в природе и постоянно в охоте а не когда закрыто точно так же голуб он сильный сильный когда он в небе понимаете когда он в небе когда он противостоит и погодным условием и хищником вот этот голуб может быть сильный как только вы его закройте как только вы его порыжите вы его просто уничтожите ну представьте себя ваш ребенок пошел в школу закончил первый класс с отличием вы же его в этот не убирайте за школу он же отличник правильно первый класс с отличием закончил но он идет второй класс третий класс понимаете вы ему даете дальше а как так получается голубенок что-то показал и все его режут и закрывают то есть ему не дает развиваться то есть не дает этому песку ну там второй класс пойти третий класс пойти четвертый класс пойти ну что ты хочешь от меня засорить ну что ты такой ну такой бандит мандит ну это что такое это что такое ну кто-то дубой спускается ну видите по щелчкам я услышал что он садится по щелчкам не видел а по щелчкам ну как бы вот так дорогие мои выводом вам делать самых лучших хищник забирают самые лучшие пропадают или самые слабые понимаете закон природы выживает сильнейший если ваши голубей забирает хищник либо они пропадают они значит не выживают значит они не могут быть сильными тем более самыми сильными да Миша пишет продажи это обмен товара на деньги иначе говоря продажа товара за деньги бартер это обмен товара без использования денег ну бартер это что-то на что меняет по большому счету так и есть как гласит переместительный закон сложения что от перемена между слагаемых суммой не меняется однозначно дорогие добрый день действительно в интернете сейчас очень много роликов где голубедержатели снимают видео с голубями в клетке и машут руками чтобы показать как они голуби летают здравия здравомыслящая миша я видел поэтому так и говорю да это вова пишет добрый утро гагик да мой любимый меру дам и тут Ольга пишет здравствуйте скажите пожалуйста поймала голубенки залепленными глазом отмочила глазик открыли а он гноится весь опух и красный подскажите что делать как обработать глаз моя хорошая ничего делать тебя не надо обработать тоже не надо мы только что сказали выживает в природе сильнейший это голуб голубенок боль и при том у него серьезное заболевание под названием армитос который не лечится абсолютно понимаете вот как у людей рак не лечится сахарный диабет не лечится точно так же у голубей вот эти болезни не лечится не вертятся не самовелез ни то ни другое не лечится лекарственными препаратами иммунитет ослаб все болячки появились поэтому выпусти его на природу чтобы он дальше не заразил остальных потому что вы можете сейчас лекарственными препаратами как бы открыть у него глаз но после глаза у него пойдет чихчук пойдет другое пойдет третье четвертое понимаете ну как вам сказать ну все если человек уже разочек получил инсульт или инфаркт но он уже здоровее не будет чем дальше тем хуже чем дальше тем хуже понимаете поэтому ничего делать не надо не берите грех на душу вам кажется что вы делаете доброе дело вы спасаете беззащитного больного голубя на самом деле вы поступаете точно так же как академик Сахаров ведь многие же знают что Сахаров думал что водородную бомбу которую он создал он думал что он создал для благих целей для сельскохозяйственности для промышленности на самом деле бомба который создал Сахаров это зло а Сахаров дьявол хоть и академик понимаете если он даже не машинальный это да не сознательно но он все равно дьявол он создал оружие которое может массово уничтожать человечество и всю живую природу и все и все и все то есть он дьявол хоть и величайший академик по физике но создал херню понимаете отвратительный вещь поэтому вам не надо спасать больных голубей для того чтобы потом массово заболели другие голуби запоминайте выживает сильнейший если он слабый его должны хищники поймать кошки собаки тетер ворона то другое но не должен распространять эту болезнь мир умер голубям неба здоровьем мыслящим что надо спереди